Всем привет! И сегодня будет обзор аккумуляторов 18650, DC-DC преобразователь напряжения и холдеров к аккумулятору. И начнём мы с холдеров. Холдеры пришли приблизительно в течение месяца. Качество у них нормальное, пластик поддаётся резке. Аккумуляторы были выбраны ёмкостью 3400 мА. Но всё оказалось не так просто. Заявленному весу аккумуляторы соответствуют. У продавца написано 46-48 грамм. В действительности так оно и есть. А вот ёмкость подкачала. Напряжение и отключение разряда у меня стояло 3 вольта. И как вы видите, полностью зарядив аккумулятор, мы получаем не те цифры, которые указаны у продавца. Для этих аккумуляторов я также ещё приобрёл один пауэрбанк. Очень удобная вещь, если нужно будет подзарядить телефон, либо беспроводные наушники. Только не перепутайте полярность, иначе сгорит у вас плата в пауэрбанке. Корпус выполнен из алюминия. Отдаёт ток 1 А при напряжении 5 Вольт. Для зарядного устройства B6V2 Balance Charge были заказаны балансные кабели. Причём, два раза я заказывал у одних продавцов, ко мне товар так и не пришёл. А у этого продавца кабели пришли приблизительно за 3 недели. Причём, он сам меня информировал, что товар пришёл на почту, ну то есть это плюс продавцу. Балансный кабель имеет длину приблизительно 10 см. Были заказаны все типы разъёмов от 2С и заканчивая 6С. Дополнительно из холдеров был сделан кейс на 4 аккумулятора. Выглядит он таким образом. Ничего сложного в подключении нет, схему подключения вы увидите у себя на экране. Для того, чтобы с этого кейса получать заданное напряжение, был приобретён DC-DC преобразователь. Поддерживаемое входное напряжение от 5 до 23 Вольт. Выходное напряжение от 0 до 16,5 Вольт. Пиковая нагрузка тока составляет 3 А. Дополнительно к нему был заказанный акриловый корпус. К сборке корпуса надо приноровиться, поэтому на видео вы увидите оптимальный вариант сборки этого корпуса. Ну и далее тестируем сам блок напряжения. Из минусов хочется отметить только высокочастотный писк, который в нём присутствует. В остальном отклонений замечено не было. Из управления всего лишь две кнопки – повышение напряжения и понижение. На этом обзор подошёл к концу. Все ссылки на товары я оставлю внизу в описании. Всем пока! Продолжение следует...